Собрание, назначенцы Виталя и, ну я думаю, душе на счетной комиссии, которые будут считать голоса, за какие пункты мы будем голосовать. Председателям собрания я предлагаю выбрать депутата нашего поселения Перлёва Валентина Беласовича. Кто за эту комиссию, прошу голосовать. Мы практически единогласны. Секретарю предлагаю назначить Лебареву Андрелику Накурёву. Кто же это? Вот и шуток, единогласный. И в счетную комиссию мы сдали двух человек, предлагая Косолакова Убарила Фанасьевна, и опуха Владимира Вениаминовича. Кто за это предложение может голосовать? Ну, вроде все, председатель, я прошу вести наше собрание. У меня вопрос есть, кстати, сразу. Почему глава не открывается брать? Он еще вопрос, что вы вместе, глава. А это, знаете что? Глава, администрация нашего поселения, по идее, должен каждый год отчитываться перед своими избирателями. Он три года в этой должности, извините, не призывайте, он три года в этой должности, еще ни разу не проводил отчетов. А вот это собрание жителей села. Тут администрация не прячет. Я же не зря зачитал вам статью, где присутствие властей не требуется. Я житель села Верблюжья. Ваминия моя колесников Александр Проковский. Я дитя, я 53-го года рождения. Если вы хотите, мы их знали. Образование у меня высшее. Работал я в городе строителем. Прошел от простого рабочего на начальника строительного управления. Жена у меня, коренной житель села Верблюжья, казанцева Людмила Ивановна, но вы ее хорошо все знаете. Значит, я со многими жителями села Верблюжья знаком, езжу я сюда, как мы сошли с 7-го года. Поэтому рыбаки особенно меня прекрасно знают. А с какого года вы жильете здесь? Мы, я представляю, второй год. Второй год. С нахернивей. Мы, я считаю, мы с пассивным жителем нашего села. Я считаю, мы себя... Да, ну что, закончили? Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Так, сейчас мы. Так, ладно. Я сейчас передаю, что мы ограничены временем. Это бы наша ПВД ограничила по времени и дал нам час. Мы за час можем не выговориться. А на каком основании это ограничение? Представители милиции, богу сказать. Конечно, можно. Дорогу, пожалуйста, родители. Конечно, можно. Вы сейчас проводите эти собрания. У вас есть, да, вы уже сказали, о федеральном законе. На основании этого федерального закона у нас нет никаких документов. У нас есть документы от министрации, что у вас митинг был, о, скот граждан. У нас не митинг, у нас собрание жителей, а не митинг. Мы у вас ограничены. Значит, основания для ограничения нет. Значит, так, я прошу собрания проголосовать за то, чтобы не принимать. Это ограничение. Кто за? Когда все решится, тогда ее будет. Время не ограничено. Значит, время не ограничено. Время не ограничено. Итак, повестка дня. Значит, ну, практически вам, так сказать, причину нашего собрания сейчас вам сказали. Что надо сегодня, то есть подойти к этому делу спокойно, по-деловому, значит, и обсудить наши проблемы, которые не решаются годами, или которые решаются очень плохо и плохо. Потому что мириться с этим дальше просто невозможно, нельзя. Люди, проживающие в любом селении, должны иметь более-менее комфортные условия для проживания. Поэтому на сегодняшний собрание и вынесли эти вопросы. Такие, как нестабильное водоснабжение, нестабильная подача электроэнергии, отвратительные дороги, которые годами не приводятся в порядок. А то, что, так сказать, янки там, значит, это самое, землёй засыпаются, эффекта никакого не даёт. Вот. Водоотведение. Так сказать, местами вообще не организованы, особенно с двухэтажек. Вот. Мусором завалено поселение. Завалено поселение мусора. То есть это вопрос, значит, сбора и вывозки мусора не организован. Хотя для этого есть все возможности. Вот. Заложили на все эти мероприятия и так далее. Освещение, пожалуйста. Гадами освещения мы не можем добить, чтобы наши дети не разбивали носы, люди не ломали ноги, вот, во время распутицы особенно. И чтобы шли в школу без страха, а не то, что там провожают старшие их. Потому что освещение, так сказать, сделано там, сами знаете как. Но об этом подробнее, так сказать, выскажите сами. И многие другие вопросы экологии. Вот. Так что давайте по порядку, по всем этим вопросам обменяемся мнениями. И, конечно, нам надо, поскольку у нас есть власть поселковая, и от нее зависят все эти вопросы, но некоторые вопросы зависят и от нас, от сельчан, вот, по тому же мусору. Значит, давайте все это дело обсудим, вот, выскажем свою оценку, дадим работе по этим всем направлениям нашей администрации. И при решении. Так что, пожалуйста, желающие. У всех, когда встречаются вот так вот, в неоциальной обстановке, у всех море вопросов. Море негодования, море всего, что хочет негативного. Поэтому давайте, так сказать, будем переходим к делу. В повязке дня есть вопросы? Принимаются? Да, есть. Так, кто за повязку дня? Единогласный. Так. Приехается. Пожалуйста, выступающая. Можно? Можно унести предложение? Пожалуйста. Вы сейчас сразу стали говорить о том, чтобы люди начали высказывать свое. Так вот здесь, если собрались по вопросу, так, пусть выступит вот эта инициативная группа, скажет свои вот эти задачи, скажет свои видения свое, что, как конкретно, и потом уже люди начнут двигаться. Возражение не будет. А потом уже начнут двигаться. Возражение не будет. А как это так можно? Пожалуйста, возражение не будет. Вопрос поедет. Человек-докладчик должен, как это готовилось, кто-то же это же готовил, да и пусть это высказывает. Ну, докладчик у нас, если по идее, докладчик должен быть у нас глава. Нет, ну не глава. Понимаете, профессионально, это все вопросы такие. Уважаемые женщины, вы проживаете 15 лет здесь. Вас сразу спрашивают, кто-то там, кто-то, кто-то проживает. Да, мы приехали из города. Проживаем 15 лет. Семья не плющик, не плющик, не плющик, не плющик, нормальная семья, чтобы претензий не было. Когда, ну, сейчас я начну с самого начала, чтобы все было понятно. В уставе вербруженского поселения записано при вступлении в должность. Значит, глава принимает присягу. И там такие слова. Клянусь при осуществлении полномочий главы вербруженско-россельского поселения неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации. Устав основной закон областной области, федеральные областные законы, устав вербруженского сельского поселения. Обеспечить и защищать права человека, и свободного человека, и гражданина. И все свои знания и опыт отдавать на влага жители вербруженско-россельского поселения. Очень красивые слова. Конечно, согласитесь со мной. Что же у нас, как получилось создание этой инициативной группы? Открылся тот зал. Конечно, все обрадовались. Дети, молодежь. Мы, пенсионеры, туда ходили. Очень все обрадовались. Потому что спорт всегда был в церкви воспитания и любимых занятий у детей, и подростков, и молодежи. Начали готовиться к празднику. Все секции занимались. Кстати, все секции, я вам скажу, более 70 ребятишек у нас. Вот за месяц записалось более 70 ребятишек. Открыли по просьбе жителей, открыли Духу здоровья. Вечерная дневная степень. Болейболисты тоже готовились к соревнованию. И вдруг узнаем, что праздник отменяется. Все, не будет праздник. Глава администрации сказала, праздника не будет. Причины. Причины. Деньги. То ли денег нету, так называемые, то ли низкая температура. Но это не так важно. Мы тогда написали письмо, потому что старгарки уже знали о проведении этого праздника. И мы написали туда письмо, чтобы нам помогли провести. Дети-то ждут, дети готовились. Приехал господин Коклов. И специалисты по молодежной политике в Коклов. Вы знаете, они посмотрели, что все нормально. Все побеседовали. Вроде все договорились, а все будет нормально. Только когда мы уезжали, они просто посмеялись. Ты что, деревня? Три года вы спали, а тут проснулись. Ты что? Что вам надо? Ну, вам, руки пожарили, значит, все равно сдвиг будет. Все равно по положительную сторону. На следующий день глава администрации, буквально на следующий день, забирает ключевую Лекарева Влада, который на общественном начале работал без денег, без сего, с детьми. И все занятия были отменены. Конечно, возмущение было много. Тогда наши дети, наши дети, которые с нами же занимались, я просто занималась в группе здоровья. Они подошли и просят, вот тетенька, они даже не знали, тетенька, еще вот там много наших, помогите нам, что же, где мы будем заниматься-то? Тогда мы решили, раз такое дело, создали инициативную группу, которая продвигала вопрос, у нас не получается ничего, продвигала вопрос по открытию и по работе спортзала. И мы обратились, инициативная группа, по закону, мы проконсультируемся, мы имеем право, инициативная группа, обратиться к депутатам. Что и было сделано. Мы пришли, мы узнали, что в библиотеке проводится сельский час, ой, сельский час, депутатский час. И мы попросили, если там, туда, проконсультируемся, можно к вам прийти? У нас есть письмо, чтобы как-то главную администрацию попросить, чтобы включить на следующий год ставку методиста, паспорта, заложить финансирование. Нам сказали, пожалуйста, приносите и приходите. Мы пришли, отдали это письмо. Нарук тоже там собрался. Задавали вопросу Кузьминкову, Александру Андреевичу тоже. Вы знаете, ну он, конечно, повез себя там некорректно, Александр. И он сделала замечание в библиотеке, что нужно по стране это довести. Он тоже записывал, не знаю, что он записывает. Он только дали бумагу, быстро заметно. Он нас начал, тоже на телефон записывал, там все тела женщина что-то записывала. Ну, ладно, это. Походу он ей сказал, ты еще запомнишь, что ты сюда, что ты собрала. На следующее утро, через день, ее вызывают в расходе культуры. И так идет вопрос, что она незаконно запустила нас, жители, библиотеку. Незаконно запустила их, что антиполитическое мероприятие. Дорогие жители, я работаю в Западе Дон Культуры. Библиотека является, это общественное посещение может и ребенок видеть, и взрослые. У нас не было никаких самонамерений где-то воевать, где-то что. Мы хотели организовать только работу спортзала. Но идет такое противостояние, что, вы знаете, я даже не знаю, для чего это это все. Так, и тогда мы поняли, что тут нужно все делать по закону, чтобы изглюстрировать документы, раз такое дело уже идет. Мы записались на прием главе Савгатского района. Скажу прямо, он нас принимал очень хорошо, я даже удивилась, и сказал, что как может наш глава вашего предприятия по спорту, когда что-то, какие-то деньги, у вас самое богатое поселение, среди всех поселений, по бюджету. Почему он не порешал? И он так быстро приагировал, на следующие буквально, или через день, я уже не помню, как давно было, сразу приехали еще в комиссия, понимаете? И они порешали, да, все будет нормально, успокоили нас, правда, сказали, что вы здесь собрались, но мы уже тоже жители должны знать результаты. Ну, это все в прошлом, ладно. Мы обратились за помощью в областной комитет по спорту. Раз у нас нет денег, мы попросили, дайте нам на ремонт перенажерного зала, на второй этаж, чтобы тоже там фитон запустить, идите мы с вами перенажеры. Нам не сказали, нам сказали, что это должна быть поддержка главы администрации. Но идет такое противостояние администрации, и я даже не знаю, как это сказать. Сделали доброе дело. Вот, Александр Андреевич, вы не подписались. Вы сделали доброе дело. Вы открыли, как руководитель, как человек, открыли, три года не работал в спорту зал. Вы его открыли. Сделали, пусть ремонт там, где-то недочеты, ладно. Для нас, деревенских лет, это праздник, понимаете? Но, я что хочу сказать, что как можно сделать такое хорошее, и потом на себя облить? Сам, вы сами, на себя ложку любят и облить. Зачем вот это вот перед лязгой нужно убить? Зачем эта война? Нам нужно, чтобы работал только в спорту зал, чтобы там было тепло, чтобы дети не сходили и занимались. Нам не нужна война. Мы на всех уровнях говорили. Нам не нужна эта война. Не нужно это противостояние. Ладно. Этим все и закончилось. Глава администрации. Я консультирую пакты. Значит, не знаю. Но мы потом узнаем, это глава администрации, значит, к ледореву, к ладу. Приехали в позднее течение времени проверять документы. Приехали, проверили. Не нашли ничего. Так как он тоже, это самое, он показал все соответствующие документы. Извинились, судно проверил. Через некоторое время администрации приехали. Скажите, сериалис, вы знаете у нас участкового? Кто видел? Не знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я не знаю. Ну вот. Я, как пишут, так как у нас есть, не нашли пункты. Ну, через... Через... Давайте мы... Все, не надо. Это нам, и нам не надо это говорить. Затем, через некоторое время приезжает снова участковый. Мы уже знали начальниками пакеты. И приезжает к ладу. И опять говорят, что не надо ничего собирать. Не надо ничего здесь сделать. И все. Ладно. Ну, с тобой. Ну, господи. Это наша жизнь, наверное, дороже. Что вы думаете? После этого стали поступать звонки с угрозами. Мне неизвестный номер. Владу. У нас записано это на микрофон. Что уезжает оттуда в Терезии сделать нечего. Ладно. Это все. Ну, ночью, позавчера, в вечернее время, по территории нашего поселения распространите листовку. Про Влада опять. Что он бандит. Я как бы там классный ребенок. Что он такой сибой. А вы знаете, что-то нахознанное. Кстати, это материал. У нас не предъявленная компания, дорогие мои. Мы проконсультировались. И нельзя угрожать человеку. И не надо так. Давайте вот на этом спорте. Низно, порешаем все вопросы. Ведь нужно... А что нам-то нужно? Инициативной группой. Чтоб дети занимались. И вот интересно. У нас на поселке этот вагончик, кто счастливый, да? Никто же сам из милиции туда не пойдет вечером и не посмотрит, какие там безобразие творятся. Там долбились туда ходят. Никто. А здесь, значит, нужно все это говорить. Как бы не делать просто за ним. Такое сомнение. Хотя, знаете, святая обязанность главы администрации в уставе для южно-расследования, глава 2-я часть 7-я, в 16-й, записано, что обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, поселения. Он обязан этим заниматься. Мы нынешние мероприятия, которые ходим, неизвестно, что сражаемся. Вот во все инстанции. Вы знаете, во все инстанции. Потому что мы знаем, здесь идет страшная противостояние. Для чего, не знаю. Но я пенсионерка, у меня нет детей сейчас в больнике. Но подумайте, у нас же много детей. Если мы упустим этот класс детей, которые вот сейчас 12, 13, 14 лет, они же здесь позанимаются, они на улицу не пойдут. Они все выжатые за плюмон. Они мне скажут, вы, тетя Машка, у нас пока садитесь, а мы уже садимся. Но мы тоже сядем, обещаем. Так что мирный, надо все мирно решать. Мы не сражаемся. И население уже такое о нас мнение, что мы прям чуть не умеем. Да мы только хотим, чтобы спортзал заработал. Что садимся. Давайте не будем повторять. Давайте по конкретнее. А то вот просто можно. Так, что у меня тут по этому. Ну вчера я вечером, я что еще хочу сказать. Вечером я пошла в магазин. Вы знаете, я в шубе. У нас освещение нигде не работает. Центр был мрак. Даже в школе там ничего. Там дискотека была. Там тоже ничего нет. Там уже совершенно ничего. На пяти улиц, я специально вечером прогулялась, на пяти улиц у нас 26 сетинников всего. А протяженность улиц у нас 2 километра. Посчитайте. Получается, мы посетили. Но у нас 15 лет. Все края улицы не освещены. Не освещены. Хотя. Я скажу вам. Тогда на 12-й год по благоустройке было выделено 329 тысяч. В 13-м году 344 тысячи. И с ним 175 на освещение. Спасибо. Огромное спасибо, что сделали по ту сторону центральное. Но нужно же думать. Наверное, проще были эти 150 тысяч, которые отдались в деревья спилины. Лучше бы нас освещение пустим. Потому что все проекты восстановления. Все полностью, когда составляется бюджет, в первую очередь, он должен на посетовом совете. Что в первую очередь, ну, там нужно сделать? А потом уже депутаты утверждают в первом чтении и во втором чтении. Так, все. Все. Спасибо. Ну, я сам себе слово подогнал. Вся, уважаемый город, любая работа начинается с организации. А такая работа, как, значит, администрация, главы, вот, она начинается с чего? Она начинается с бюджета. Чтобы что-то делать, надо иметь деньги, надо иметь бюджет. Значит, бюджет, поселение. Есть у нас закон о бюджете. Есть у нас принятые, значит, нашими депутатами, значит, как он называется, положение о бюджетном процессе, вот, где четко все расписано. Что, значит, бюджет, бюджет должен, во-первых, он готовится, готовится. Для этого надо работать и с депутатами, потому что каждый по своему избирательному участку знает какие-то, значит, нужды, что он уже делал, вот. Это должна работать бюджетная комиссия. После этого все предложения, какие есть, выносятся, значит, еще должны быть публичные слушания. Должно быть первое чтение бюджета на сессии. Должно быть второе чтение на сессии. Вот, потому что первое чтение, оно только концепцию бюджета, как говорится, определяет. А второе чтение уже детально, по статьям, все это дело рассматривается и утверждается. Значит, на следующий год, 14-й, это все нарушено, нарушен закон о бюджетном процессе. Единственное, состоялось, и то уже там написано, до 15-го ноября мы должны этот бюджет обсудить. Значит, 25-го ноября только, значит, поступило на первое чтение. Закон нарушен? Нарушен. Значит, и первое чтение состоялось. Там, значит, были, с моей стороны, во всяком случае, много вопросов к этому бюджету, потому что я за этот бюджет не голосовал, не голосовать не буду. Вот, это не бюджет, потому что там ничего не учтено. Там просто проставлены по каждой статье цифи, и все. А под что это цифи? Какие работы кроются под этой цифрой? Скажем, там благоустройство 400 или там 300 тысяч рублей. Что конкретно будет делаться? Никто сказать не может. Ни глава, так сказать, ни прочих остальных. Разве это бюджет, если мы не знаем, для чего мы его принимаем? Для галочки? Или для дела? Дальше пошли. Значит, замечали ли все бюджет этот при молчаливом депутатском большинстве? Все, значит, приняли. Я вот не понимаю депутатов, которые молчат стандартно на каждом заседании, на каждой сессии. Просто молчат. И одобряем. Не втикают в это дело. Это надо, как говорится, в следующих выборах учесть. И выбирать депутатов, которые бы относились к своей работе ответственно, с горью за село. Понимаете? Тогда что-то будет. А так молчат. Больше того высказывания идут, значит, что давайте кончай. Это вроде того, что у меня там на работу надо бежать. Другой там надо корову по ней кормить. И так далее. Вы зачем жли туда? Зачем давали согласие, чтобы вас выбрали? Работать надо. Короче, второе, значит, случание бюджета не состоялось. Его не было даже. И объявления об этом не было. Нарушение запора. А потом, значит, я вам сдаю по сайту, что бюджет утвержден. То есть он не прошел все процедуры и просмотрения. И он утвержден. У меня глаза куда-то стали. Как это так? Поэтому здесь прямое, грубейшее нарушение со стороны главы. Со стороны главы. Конкретно я говорю. Со стороны Кузьминкова. Я считаю, что этот бюджет не принят. Поскольку не пришел в процедуру. И его надо вернуть-то до работы. Свернуть. И потом, извините меня, я не могу об этом не сказать. Значит, ну у нас год от года, как вы считаете, благосостояние растет? Я думаю, что оно никаким образом нигде не растет и никак не отражается. Но вместе с тем, значит, и сумма основная, как говорится, бюджета, она год от года практически та же самая. Ну где-то разница там в 20-ти, там 10-ти тысячах, самое, рост год от года. Ну это ничего. При около 5 миллионов бюджетах. И вместе с тем, значит, благосостояние не растет. Вопросы не решаются. Вопросы не решаются. Значит, бюджет не увеличивается. Наполняемость бюджета плохая. И глава делает себе рост заработной платы, содержание заработной платы на 106 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. На 15 тысяч рублей. На 130 тысяч больше, чем в этом, в 14-м году. Это так понимать. Это яркий роман будет за 30 тысяч. Это так понимать. Я не против того. Пусть он получает больше 100 тысяч рублей. Но было бы видно, что ведется работа. Ничего не нарушается. Что он общается с людьми. Что он ведет приемные дни. Что он озабочен. Приемные дни едят. С людьми не общается. Как я не прихожу в контору. Где глава? В сорганке. У нас глава вместе с бухгалтером работают с сарганками. Бухгалтер у нас не местный житель, а сарганский. Это уже второй глава. Дальше. Глава нашего поселения работает три года. За три года сведел шесть бухгалтеров. И сколько водителей. Значит не хотят они с ним работать. Водителей я уж не считаю. Хотя водители это люди и первоклассные люди, как говорится. Они несут на себе ответственность за сохранность жизни главы. За его свое время доставку. Но шесть бухгалтеров. При таком положении может вестись какая-то экономическая политика в селе? Нет. Она только начинает моим курс делом. Он ее меняет. Почему местный житель, почему местный, неизвестный житель выбирается бухгалтер? Люди, у людей есть вопросы. Им что в сарганке есть, если бы не снять? Да это вообще нет. Это уму непостижимо. Это уже второй бухгалтер, который живет и работает в сарганке. Раньше у Южкевича, значит, лимит на бензин, на служебную машину, был 50 тысяч рублей. Но поскольку бухгалтерия у нас бухгалтер в сарганке, и каждый день глава в сарганке, вот, а может еще и не по одному разу, у нас на сегодня 150 тысяч на бензинчик уходят. Потому что с каждым вопросом надо же ехать в сарганку, решать, а на ней все? Да. Так это что за работа такая? Это о чем человек думает? Ну, потом, я удивляюсь нашей, значит, районной газете с подачей, наверное, администрации, или с подачей главы. Ну, у нас администрация-то глава, поэтому я так и говорю. Значит, спортзал, оказывается, отремонтирован, и там занимаются группы, а уже месяц холода наступили, там невозможно, там не условная температура. Котел куплен, до сих пор не подключен, он уже давно куплен. Почему? Что надо для того, чтобы подключить этот котел? Надо работать. Просто надо работать. И у людей занятия нет. Ни группы здоровья, ни тэквондо, ни футбол, ничего. И вот, как дети сваляются, и черт не знает, что говорят. У головы голова не болит. Он его место саргат, он у нас не работает. И освещается это, все подачи, значит, в районной газете, к Новым Рубежам. Оказывается, у нас настолько уютно в спортзале, там от одной краски-тошнит. Это заборная краска. Или взятовская краска. Когда там даже теплая тона, радостная тона. Значит, оказывается, при этом спортзале у нас имеются теплые душевые и теплые туалеты. Где они? Ау! Знаешь, срезали 150 деревьев. Я глубоко сомневаюсь подсчет этих 150 деревьев. Я прошел, просчитал, но никак не получается. Ну ладно, вовсе, 150. Но зачем же за эти 150 деревьев отдавать 150 тысяч? Это же спех упландован, это же приступно. 150 тысяч. Знайли бы Ивана Тривова за 20 тысяч средств в течение двух дней. И на свои мощи не вынесли. Нет, это сарганка. Я же спор не знаю, потому что у нас работа финансовая ведется непрозрачно. Абсолютно. Мы не знаем, сколько денег, и глава об этом, на любой сайте, не отчитывается. Сколько денег и срачено на ремонт того, на ремонт сего. Есть ли смета под это дело? Или это на договорных началах, как говорится, ты мне и тебе? Можно и так подозревать? Ты мне и я тебе. Почему 150 тысяч? Есть ли это смета? Нету? Гарантирую. Так же, как и другие работают. Очистили под это самое, деньги в землю закопали. Я не знаю, сколько, до сих пор не знаю. Я депутат, не знаю, сколько, не могу дознаться. Ни у бухгалтера, так сказать, ни у главы. Сколько, допустим, затрачено на будущее кладбище, которое вопрос не решается до сих пор, по прелеске этого территории. Там хранить скоро нечего, так сказать, ехать будет. Загнал технику, она там работала. Такие гурты, огромнейшие, как египетские пирамиды, насыпали, по мусору собрали. До сих пор, значит, порос. Я вам уже сейчас деньги затрачено. Это называется эффективная работа. Да по любому вопросу так же. Очистка дорог, ремонта дорог. Я посмотрел, у нас на дороге ежегодно расходуется, ну, знаете, это уже под миллион, если сложить. Но нынче сколько это расходовали на дороге? Понимаете? Уже под миллион, я думаю, это является. А где дороги? Вот это засыпка, что ли, на дороге? Дождь прошел, и все это за колесами выращилось. Так что, значит, по бюджету полный провал. Значит, исполнение финансовое непрозрачное абсолютно. Это дело было думать о чем угодно. И хотелось бы этого. Я не понимаю, Александр Евгеньевич. Ну, наверное, это то, если же... Пускай устанет впереди, и вы его не видите вообще. Пускай устанет впереди, и вы его не видите вообще. Ну, что, товарищ, это уважение к собранию, скажите, ну, и отдать на все люди. Мы с людьми говорят. И мы не можем. Поэтому, так... Нет, ты чего-то успешешь. Боже, много, много говорите. Ну, с глаза людям смогут. Поэтому я заканчиваю свое выступление такое, Но с этим мириться нельзя. И мое предложение надо подписать, вернуть бюджет на рассмотрение и нормальное утверждение. Так не годится. Меня, наверное, все уже не знают, но кто не знает, еще раз представлюсь. Моя фамилия Олегов, Борислав Игорьев. Работаю методистом по спорту по вселенной верблюжии. На накладу две скамеги. Хотя скажу вам открыто. Уборчица, которая вот убирает в заль, она получает две тысячи от меня лично, что мой спорта. От меня лично и от предпринимателей, которые помогали мне этот спортзал, чтобы их поднять на ноги. Весь материал, который там закупили, это все на деньги предпринимателей. Это они скинули, собрали деньги и купили нам что-то, для чего мы занимаемся. Что касается статистического отчета, ежегодный статистический отчет, который я должен сдавать как методист по спорту в конце года. Я, конечно, на конфликте пошел только из-за того, что я не собираюсь подписывать те статистические отчеты, которые были до этого. Потому что, согласно старым статистическим отчетам, у нас все просто прекрасно. Для этого, для составления статистического отчета, я попросил расшифровку исполнения бюджета. У нас на спорт, хотя я начал заниматься с детьми еще с апреля, кажется, месяца, просто так. Я помогал методисту, который работал, сделал заявку. В общем, как только мы обращались в администрацию с просьбой выделить нам... Первая моя просьба была выделить нам 500 рублей, когда мы выбирали мусор, чтобы у меня была возможность организовать питание денег, на что я получил отказ. Так вот, судя этой расшифровки, у нас потрачено на спорт 176 тысяч. А конкретно у нас 15 тысяч купили в спорт инвентарях на 15 тысяч. Приобретение прочих расходных материалов, мне это не понятно, что такое прочее, но потрачено еще больше, 26 тысяч. Заработной оплаты методисту, ну, грубо говоря, 54 тысяч. Я позвонил нашему бухгалтеру и спросил, за какое время это все? Это за 11 месяцев. Я сделал себе пометку, что это за 11 месяцев. Я работаю на 2... ну, грубо говоря, на 2 600. Вот здесь, судя по всем, отписано 5 кг. Значит, еще мне один пункт был интересен. Это конкретно, что касается нашего хоккейной коровки. В том отчете я написал, что у нас из плоскостных сооружений исчезло одно – это хоккейная коровка. Я сделал... Александр Андреевич лично я застать не смог, поэтому я сделал такой запрос, который попросил его сказать, к какому ведомству у нас относится эта хоккейная коровка, когда и кем была демонтирована эта хоккейная коровка и основание для демонтажа. То есть, может, хотели построить новую, может, хотели что-нибудь другое построить. Просто у нас есть хоккейная команда, которая сейчас, в данный момент, ездит тренироваться в нижний этаж, на своих машинах за свой лишний счет, чтобы участвовать в церкви. Потому что люди хотят, даже для того, чтобы заниматься спортом, даже готовы к хоккейной коровке. Так, ну, как бы, еще хочу пояснить, да, как только начал я раскрывать вот эти вот все цифры, меня и пугали, пытались очернить. Что-то мне не предлагали. Ну вот здесь полиция, вы говорите, кто вас... То, что я сейчас полиции скажу, относительно закона, не имеет никакой юридической силы. Поэтому я хочу сказать так. Вот, я думаю, многие уже видели листовку с моим изображением. На что хочу сказать, что в отличие от того, кто это сделал, я не являюсь публичной личностью. Да, у меня было прошлое, прошлое было у каждого. И я не являюсь публичной личностью. Я не обязан, если уж на то пошло, раскрывать всем, абсолютно, всю свою личную жизнь. Это мое личное дело. Я просто методист по спорту. И вот эта грязь, я считаю, это, ну, не стоит. Дальше грязь, я считаю, в интернете, но мне на нее без разницы. Потому что я знаю, у меня прятаться нет. Поэтому она там висит. Я просто хочу сказать, что в милицию я обратился. Даже вот в этой листовке я не оставлю это все безнаказанным. Если кто-то думает, кто это составлял, что вот эти все компьютерные нити, если они составляли вас, зашли под чужой фамилией, под чужой фотографией. Это все встроится. И полиция в этом обязательно разберется. Поэтому я просто так не позволю волевать себя. Молодежь. 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 И звонки скажу. Так и надо. Правильно. Ну, вообще, вы знаете, даже вот удивительно и смешно. У нас собрание о чем? О нашем житье-бытие. Понимаете? А вот эта вот листовочка богатая, да, вот у себя в ящике я тоже обнаружил. Значит, она уже идет о чем? О выборах нового главы. Понимаете? Люди путают Божий дар с яичницей. И о каком выборе нового главы, речь пока не идет. Речь идет о том, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Так что, Александр Ильич, значит, это, как говорится, не помощь тебе, а наоборот, скорее всего. Потому что так по себе, сама по себе, эта листовочка не может родиться. Не может. А Влад еще не сказал, что его собирались подкупить, только чтобы его не было в верблюжье. Подкупить. 200 тысяч давали взятку за того, чтобы его убрать отсюда. В другую работу. В другом, так сказать, населенном коммуниципальном. Который от чего идет? От кого перейдет? Понимаете? Это показатель. Я о чем-то почему говорю об этом. Это показатель того, что власть настроена не на конструктивную работу, а на выяснение вот этой всякой блевочке. Понимаете? Вместо того, чтобы свои усилия, свою волю потратить на то, чтобы людям жилось комфортнее, где и усилия, они тратят вот на это. Пожалуйста. На, на, на... Я... Ну меня знают, но и большинство, и я учительница тут же, и сейчас я на пенсии. Но я себя больше никогда не считаю. Я всегда, пока столько лет живу, я всегда остаюсь и буду тебе всегда. И не надо меня угадать, и я пуганная везла на вас. Поэтому я никого абсолютно не даю. Детей с вами тебя воспитала, достойно. Потратила на все у меня свое здоровье. Ведь люди не только планируют твои детей, но у меня, опять же, еще плечат. Я очень богатая бабушка. Живу я прекрасно. И всю жизнь в своей пульсации проживала. У меня отец был инвалид для обеих ног. Он подъезд того, что пример. Я, например, в деса служила, и служила для своих детей. Для своих мужа. И я сейчас уродю истинную правду. И я пример для всех моих детей, которых я учила в школе. И я здесь живу 30 лет. Я считаю себя местным жителем. Я работаю в библиотеке 3 года, когда не было места в школе. И потом я работала в школе очень много. И все, кто здесь присутствует сейчас, мои ученики, которые сами отцы и матери, когда они не обидят, они все улыбаются. Они всегда здороваются со мной. Они всегда говорят, краски и девочки. Извините, пожалуйста, ваше ничего не обвиняется. Почему вы... По делу, по делу. Я по делу говорю. Это все дела. Не надо меня прерывать. Я не говорю о девицах. Я хочу сказать вообще о жизни. Председатель сельского совета я буду так поставить. Это слишком много у нас смеялось в нашей стране, и мне это до сих пор. Это же он нам должен... Для народа и с народом. Вы, Александр, должны... Вы же с народом должны работать и для народа. А иначе жизнь никакой не получится, и работа никакой не получится. Конкретно сейчас я ждала давно вот этого. Если бы я была маленько помоложе, я пошла бы работать и президентом. Вы могла бы, но я подходит на дороге, я конкретно берусь. И все, сколько спрашивают на дороге, вы можете сказать. Одна трапка на тележке, чем на земле, которую мои ученики возили, и змеялись, что по его парке. Это конкретно так. И все. Я вышла и сказала, надо просто у меня не расцветать играть. Вы просто делайте бизнес. Точно. Мы сами для этого все уже не сможем сделать. Раньше мы не делали, что дети, внуки, моих учеников просто так бездействуют. Следующее конкретное предложение я говорю по конкретной. А кто дал право, какой имеет право жертвовать, и конкретно лице, которое отвечает, закрыть колонки по делегам. И все, да, вы точно. Вы понимаете, что я живу прекрасно. Он сказал, что у меня вода дома, у меня все дома есть. Но мне не безразлично. Когда напротив меня гонят и шляпятся в своем месте, живут простые бедные люди, которые приехали, по-моему, на самоку. Мы не снимали ребеночек, по-моему, даже двое. Они за этой несчастной бережкой идут куда. Конечно, деревня. Кто дал право, вы сейчас собрали, чтобы начать у вас. Какое собрание? Мы собрали по этой воде сейчас, вонючей, пустой, который... У меня есть все, я сказала. Мы не безразличные люди. Кто дал право вам? Какое собрание, сердце. Вы собрали, пусты? Я говорю, что вы свое время начнете. Дальше, что еще? Я ехала, я ехала, я ехала, я ехала на автобусе. Ехала женщина из администрации Саданского района. И она начала говорить, я спрашиваю, Лига Васильевна, у меня так все. Лига Васильевна, а что у вас, как там детский сад работает? И начало, значит, ванны мне говорили, что это детский сад. А я мотивирую, что это ж. Так вам только не стыдь, что те, кто отвечает за всю эту работу, я правильно говорю. Потому что, вы понимаете, что? Сколько детей уходит детский сад? Скажите, сколько детей уходит детский сад? Сколько? 22 человека в старшей группе. 22 человека? Да. И еще? Ну, а тех я не знаю. 38, но это достаточно, 42 человека. Да. Вообще, по списку в нашей делении, я же, так, приблизительно знаю, около где-то за 60. 90. 90 детей. Я точно знаю. Потому что я интересуюсь, как интересуюсь, не производим. А сами.